Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители канала Процветок. С вами Юлия Кондратенок. И сегодня мы поговорим об обязательной работе в саду, которую ни в коем случае нельзя пропустить. И касается эта работа наших косточковых. Вишни, черешни, сливы, лычи, персика и абрикоса. Косточковые всегда зацветают одними из первых. И первые же завязывают с будущей урожай. И очень важно не пропустить этот момент. У некоторых цветение заканчивается, у отдельных сортов только-только начинается. Это очень важный момент для того, чтобы, во-первых, защитить наши косточковые от такого опасного заболевания, как манилиальный ожог. Второе. Именно в это время появляются молоденькие листики. И они очень чувствительны к различным вредителям и болезням. Таким, как дырчатая пятнистость у вишни, у черешни, у сливы. Такие, как курчавость у персика. И это очень важное мероприятие. Мы обязательно должны провести как можно скорее. Итак, борьба с болезнями. Если у вас еще цветет вишня, черешня, другие косточковые, обязательно проведите обработку по цветкам, а любым из разрешенных фунгицидов, таких как хорус, силит, либо скор, если температура достаточно высокая. Это защитит ваш не просто урожай, оно защитит ваше дерево от гибели, от усыхания веток. Эти же препараты защитят появляющиеся молоденькие листики. Если ваши сливы, алыча, абрикосы уже отцвели, то это самое время озадачиться и защитой от вредителей. На молодую зависть, на молодые листики, огромное количество охотников, различных листогрызов, пяденец, гусениц, тля и прочее. Можно использовать такие препараты, как актора, эфория, децис, карате и так далее. Эти препараты надежно защитят ваш урожай от посторонних, так сказать, лиц. Если вы приверженец биологической защиты, обратите внимание на такие препараты, как фитоверм, битоксибацелин, лепидоцит, они также хорошо действуют, но только следует помнить, что температура должна быть не менее 15-16 градусов, и все эти препараты являются контактными. Поэтому применять их нужно чаще, буквально каждые 5-7 дней, а это раз. И второе, если прошел дождь, обработку обязательно нужно повторить, для того, чтобы восстановить микрофлору на листьях. И, наконец, когда наши косточковые оканчивают цветение, они приступают к очень важному этапу своей жизни – завязыванию. И в этот момент очень важно правильно подкормить наши растения. И вишня, и абрикос, и прочие деревья в процессе завязывания тратят очень много различных питательных веществ, и их нужно восполнить. Им нужен калий, им нужен фосфор, им нужен азот. И обязательно нужны микроэлементы, которые помогут не только правильно сформировать завязь, но и повысят устойчивость к болезням, к вредителям, к погодным различным аномалиям, которых сейчас так много. После цветения, таким образом, мы обязательно проводим защитную обработку от вредителей и болезней, если не провели ее во время цветения, и обязательно подкармливаем комплексным удобрением. Если у нас уже сформировалась листовая пластинка, подкормку проводим в некорневую, по листу. Если же листья еще не сформировались, они очень маленькие, то вносим удобрение почвенным способом, в виде раствора, путем полива под корень. Через 10 дней после первой подкормки повторяем ее, используя такое удобрение, допустим, как эколист сады. И за 3-4 недели до созревания подкармливаем еще раз. Здесь можем, кстати, использовать дополнительно такое важное удобрение, как нитрат кальция, кальциевую селитру. Она очень важна для тех сортов, которые подвержены плодовой гнили. Кальций делает шкурку плодов более плотной, более устойчивой к растрескиванию и повреждению вредителями и болезнями. Не забудьте сделать эту важную подкормку. И не забываем, конечно, про полив. Для того, чтобы плоды сформировались правильной формой, крупной, чтобы завязь сохранилась максимально, полив должен быть своевременный, и особенно он важен именно в период формирования завязи. Если в этот момент полива будет недостаточно, или его не будет вовсе, то дерево сбросит значительную часть завязи не потому, что она неправильная, дефектная, а именно из-за нехватки воды. Поэтому поливаем обильно свои растения в случае нехватки воды из расчета 5-6 бедер на метр квадратный площади, которая занимает ваше дерево. Такого полива обычно хватает надолго. И поверьте, лучше один раз в месяц хорошенько пролить почву под своими деревьями, чем поливать по чуть-чуть в течение месяца каждую неделю. Такой дозированный маленький полив скорее принесет больше вреда, нежели пользы. Соблюдайте эти нехитрые правила, и ваши деревья всегда будут радовать вас хорошим урожаем вкусных и крупных плодов. С вами была Юлия Кондратенок. До встречи на нашем сайте. Подписывайтесь, ставьте лайки, задавайте вопросы, предлагайте новые темы. До новых встреч!